Неправильно смонтировали колпак и труба постоянно обрастает льдом. Парит как. Какая там температура на улице? Минус 16? Нормально. Хорошо. Ясно. Красиво. Обожаю зиму. Не знаю, как вы, я не представляю, как можно жить без зимы, без крещенских морозов. Привет, друзья. Давно хотел снять видео о такой небольшой недоработке печных труб, из-за чего возникает порой очень много проблем. Вчера мы приезжали, тут уже просто до нас сбивали лед, убирали. В общем, вчера мы приехали, тут не было никаких наростей ледяных. Колпак полезная штука, но его нужно устанавливать правильно, а здесь он установлен неправильно. Из-за потока ветра создается завихрение и пар опускается вниз, задувается. Соответственно, еще и тяга ухудшается. Буквально за ночь здесь нарост лед. Соответственно, через неделю тут все покроется льдом. Температура на улице сейчас минус 15-16 где-то. Работает котел. Выходит теплый воздух и под колпаком образуется очень много конденсата. Прямо видим, вот потеки есть. Колпак необходимо устанавливать на трубы, чтобы защитить от атмосферных воздействий, дождя, снега, чтобы влага не попадала в трубу. Но делать это все нужно правильно. Если колпак установлен неправильно, соответственно, мы видим такие вот последствия. Проблема лечится очень простым способом. Просто нужно трубу котла вывести выше основного колпака. Тут, кстати, еще нюанс один. Трубу котла до конца не вывели под самый верх. Она где-то здесь находится, метра полтора. Соответственно, когда дует ветер, происходит завихрение, задувает ветер. И когда сильный ветер, полу до того, что может погаснуть котел. Котел запустился. Да, он. Пар пошел. И вот видно прям, как расходится по шахте. Там где-то последние метра три. По весне приедем тут. Переложим камень. На сеточку это надо будет все сделать. Кстати, вот тут даже видно, кирпич начал рассыпаться. Да. Один маленький нюанс. Одна небольшая недоработка. И такие вот последствия. Это, кстати, очень распространенная проблема. Парит как сильно. Продолжение следует... 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 Фу. Блин, все, дотрагиваться ни до чего нельзя, все разваливается, надо будет эти камни все пособирать, низ опустить, чтобы на крыше не лежали, я бы, честно говоря, бы это все сейчас бы снял бы, но весной все равно это все переделывать, вот те саморезы пригодятся, может быть. Давай, снимаем. Давай. Я уже обстучал. Стоп, стоп, стоп. Здесь мокрый внутри, глянь, сколько воды. Так, мух, понятно. С похолоданиями проявляется очень много всяких недоработок, слушай, ну вот это надо убрать, оно насыпется, положи там внизу. Ага. Сейчас будем встать, это все будет отлетать. Сейчас котел выключится, чтобы можно было спокойненько поставить трубу. В общем, сейчас нарастим трубу, увеличим ее, чтобы она выходила за колпак. Поставим зонтик. Вот как на соседнем доме, тоже мы делали в том году. Там, получается, весь пар выходит сверху, над трубой. И вон там тоже. Где? Мы делали два дома. Это мы делали, да? Да. А, это там, где мы трубу опускали, 20 метров где-то, да? Нет, это вот вон дом, за этим домом 20 метров. А это вы без меня делали? Да, это без... Ну да, даже распространенная проблема. Там стоят безъезды, а здесь просто труба. Дом арендованный, поэтому заказчик у нас сейчас скорая помощь. Называется это все за лето, чтобы летом сделать капитально. И трубу он собрался обложить по новому камню. Скорая помощь. Да. Котел выключили. Да, кстати, да. Котел выключили быстренько. Быстренько, быстренько. Давай. Не вижу. Вот так, да? Стоит нормально? Стоит. Оделась она? Да. Все, оделась. Труба стоит. Чуть мало. Чуть-чуть нам не хватит. Ну, у нас есть еще одна труба. Нарастим. Нарастим, да. Так, давай колпак ставить. О! Пар пошел. Включился котел. Уже вышел трубы. Уже его сдувает. Надо было внизу снять клеенку в тепле. Сейчас мучиться с этим делом. Да тут куда ни глянь, на каждом доме такое. Ну, на жилом доме, там где топят. И вон тоже проблема, если не ошибаюсь. Там, да. Даже отсюда видно лед, обледенело. Ну, там как-то слабо. Давай. Нет, мне надо сейчас вот так вот, да. Так-так-так-так-так-так. Остановись, как тебе удобно. Ах, слушай, не надо ничего наращивать. Просто зон поставить, все. Нам болтается. Надо лед позбивать. Одеть ее хорошо. У нас целиком не село. Они больше его сделали, 10. Да. А сейчас с камнями вместе все упадет. Ну, что делать, все равно их переделывать дело. По-другому как, я не знаю. Мы же не можем его не одеть до конца, правильно? Мы же не можем начать с этой стороны тела. Давай я. А может, лед село? Село, село. А что, хватит столько, вот и все. Наша сейчас задача проклеить вот эту дыру. Да, проклеим сейчас. Да, и одеть зонтик, и купить его. Да. И готово. Село, 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 село включился котел давай я пока потихоньку начинает искать ух паровоз какой лупит как давай быстренько доклеим все готово можно спускаться о ничосе тут все по-серьезному а тут черепица разбита тут прям конкретно все по-серьезному кидаю никого нету никого нету в в в в в в в в Субтитры сделал DimaTorzok